Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаете. Честно говоря, мне кажется, что книги и уж тем более то, что, ну, можно послушать вам, на мой взгляд, не помогут, потому что это все не будет вашей историей, да, это все не будет права, как бы, а если вы хотите лучше разобраться именно вот в себе, то мне кажется, что имеет смысл именно поработать с вашей ситуацией непосредственно, да, не пытаться там что-то слушать, то есть собрать какие-то такие вот уже готовые ответы, да, готовые какие-то моменты, нужно именно вам постараться самому и себе разобраться, вот, если, конечно, такое желание у вас имеется, вот, если, конечно, вы этого хотите для себя, условно говоря. Мне кажется, что речь идёт о том, в вашем, вот, сообщении речь идёт о том, что вы чересчур засыграны на молодом человеке, вот. Мне кажется, что он вам, как будто бы очень сильно нужен, вот, даже, там, несмотря на то, что у вас, ну, может не быть чувств, понимаете, вы в нём летаетесь, и вы в нём летаетесь, ну, я бы сказал, достаточно сильно, наверное, наверное, и вот важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это то, в чем конкретно вы в нём нуждаетесь, почему вы в нём нуждаетесь, это вот, мне кажется, очень важная история, мне кажется, это очень важный момент, вот, на который вам имеет смысл оплатить своё внимание. Почему? Почему? Почему стоит оплатить? Потому что, если у вас в жизни нет ничего кроме молодого человека или вы не чувствуете, что есть что-то, условно говоря, важнее, чем молодой человек в вашей жизни. Что, вы будете к нему, конечно же, тяготеть, таким образом будете терзаться, будете в нём нуждаться, будете пытаться наладить отношения и так далее. Вот. Ну, мне не кажется, что это та позиция, которая может привести вас к чему-то хорошему, потому что, мне кажется, что вот одна из причин, почему вы испугались, например, почему вы вышли из отношений, например, это то, что, вероятно, вы побоялись, побоялись того, что можете стать зависимой от человека, можете стать от него слишком зависимой, слишком нуждающейся в нём. И вас это, скорее всего, напугало. Понятно, что я сейчас, как бы, придумываю больше. Сейчас я, понятное дело, что от себя достаточно много говорю. Вот. Но, мне кажется, это имеет какую-то смысл. И сейчас я, наверное, скажу ещё одну довольно банальную вещь, вот. Но, мне кажется, что очень важно, чтобы вы постарались обратить внимание на то, чего вы хотите. На то, что вам нужно, на то, чего вы нуждаетесь. А, вот это, вот что важно. И, если это случится, если и когда это случится, то вы сможете давать человеку то место в, ну, условно говоря, в вашей жизни, которую он заслуживает. Не больше, не меньше. Вот. Мне кажется, это очень важно, мне кажется, это очень ценно, когда... Человеку показывают, где он может быть. Да. И когда человек четко, в общем-то, достаточно понимает, на что он может рассчитывать, словно говоря, а на что нет. Да, то есть, как бы оно, что ему доступно, а что нет. То есть, это личные границы вашей и другого человека. Вот. И мне кажется, что этот момент, он тоже, как будто бы не до конца у вас прописан. Вот. И, соответственно, вам страшно, чтобы выступать в отношениях. В том числе, по этой причине, потому что вы боитесь раствориться в человеке. Кстати, что интересно, он, я имею в виду, мужчина, мне кажется, несколько манипулятивно поступает. По отношению к вам, когда говорить, что не просто так, да, что дам тебе время подумать. То есть, это, мне кажется, больше про восстановление отношений в статус чего-то самостоятельного. Вот. Я, честно говоря, к такой позиции отношусь достаточно скептически, потому что считаю, что отношения все-таки больше средства, нежели чем, чем... предмет, да. То есть, отношения – это средства для того, чтобы люди могли быть вместе, для того, чтобы люди могли взаимодействовать друг к другу. То есть, это форма, но не средства. А здесь, получается, что отношения становятся чем-то вроде средства, и вот это вот, наверное, не то, что я мог бы сказать, что это хорошее. Ну, для вас, ну, для вас условно говоря, да. Вот. Поэтому, я думаю, я думаю, что, примерно, примерно, ну, вот, в таком ключе я бы вам ответил на вопрос, который вы задаете. Понимая, при этом, что, ну, вероятно, вы, наверное, вероятно, не согласитесь во многих вещах, ну, возможно, вы будете правы, но, как бы, все-таки мнение свое хотел бы высказать. Ну, вот, было, что, было, что читать, читать какую-то литературу, да, ну, мне кажется, абсолютно не имеет смысла никакого, никакого. Это не помогает. То есть, от слова, совсем, от слова, совсем, это не помогает. Вот. Поэтому я надеюсь только лишь на то, что вот вы для себя какие-то выводы сделаете, подумайте, вот, и решите, что делать дальше, вот, решите, как вам двигаться дальше, вот, и, соответственно, решите, чем можем помочь мы вам, мы психологи, в смысле, чем все можем вам помочь, мы будем рады это сделать, пока что я вижу только то, что вы излишне, как мне кажется, да, излишне концентрируетесь на, ну, ситуации, скажем так. Вот, это то, что, ну, довольно, довольно сильно бросается в глаза, на самом деле, вот, вот, это очень сильно бросается в глаза, надеюсь, вы не будете этого бросать, но в этом нет как-то как такового ничего плохого, просто чтобы вы понимали, это же следствие, прямое следствие того, как, например, вы сами к себе относитесь, это прямое следствие того, как вы относитесь к своим чувствам, если вы видите единственный способ или единственную форму собственной реализации, вот, исключительно, в отношениях с, допустим, мужчиной, да, то, естественно, будет у вас вот такая реакция, естественно, будет вам страшно и, естественно, будет вам тяжело и, естественно, будет больно и это, как бы, вполне адекватная позиция, поэтому сейчас мы понимаем, что, скорее всего, по-другому, по-другому, то вы просто не можете, вот, вы были рады, но не можете. Поэтому требовать от себя каких-то вот вещей, да, требовать от себя каких-то вот действий, которые вам пока что недоступны в силу, с ряда причин, ну, мне кажется, это прибор и, в общем-то, очередной, очередной, просто, очередной способ такой вверхнуть вас в такое, знаете, как зависимое такое положение, да, вот, ну, от людей, других людей, вот, может быть, даже вот, мужчина, в какой-то, в какой-то степени, в какой-то степени, поэтому имейте, пожалуйста, эти все вещи в виду, вот, я бы с личными границами поработал, с чистыми, вот, с чистыми, вот, ну, и со страхами, вероятно, тоже, вот, потому что, если, если вы боитесь чего-то, то, в отношениях это, это обязательно будет, за вами, за вами, к сожалению. Такая вот история. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго. Надеюсь, что это было вам полезно. Надеюсь, что это было вам интересно, вот. Надеюсь, что вы сделаете для себя определенные выводы, и буду благодарен за обратную связь по моему ответу, вот. Это может помочь вам начать работу над собой.